Привет! Мы команда 404. Мы давно не виделись и хотим рассказать себе и вам, как у нас дела. Привет, друзья! Привет, Джене, Денис, Руслан и я, Алексей. Привет, Алексей! Привет! Ну что, друзья, давайте обменяемся информацией, вообще новостями, что как у кого. Что вы делали эти последние, не знаю, полгода-год, где были, что видели, что, может быть, у вас интересного в жизни? Жень, давай с тебя начнем. Давайте. Я нахожусь сейчас в Сербии, в Белграде. Я за это время вообще пожил очень много где, со времен последнего феста. Я пожил примерно по три месяца в Турции, Армении, Грузии, Сербии и вообще немножко покатался по миру. И самое прикольное, что со мной произошло, я открыл бар. Это довольно внезапно случилось. Но вот так, теперь у меня есть бар на стойками в Самаре. Руслан, где ты? Я нахожусь в Самаре, только что вернулся из Москвы. Москва, кстати, похорошела. Прям заметно. Людей стало меньше, транспорт меньше. Прям все хорошо, классно. Погода отличная. Большую часть времени я провожу в Самаре, но набегами бываю в Москве, в Питере периодически. Из интересного, я вот был в Женькином баре, в котором он сам ни разу не был. Ну, оливки отличные. Спасибо, что позвал, кстати. Кстати, давай сегодня сходим. Ну что, румяный? Кто из нас румяный? Ты. Спасибо, Алексей. Да, я нахожусь в Сингапуре. Тут ничего не происходит особо. Я после 404 последнего только тут и был. Что я занимаюсь дизайном. Все так же в Акронисе. А в баре Жень я, к сожалению, не был. И не знаю пока, когда было. Мне кажется, вообще, Денис, последнее, чтобы про тебя люди слышали, что ты сидел на карантине после приезда. Скажи, ты все еще сидишь на карантине? Нет. Мне, кстати, тогда скостили срок. Вместо 14 дней я просидел 10. Но теперь рассказы про карантин и тюрячку. Это самое-самое вообще интересное. Ну, про тюрячку еще есть. В моей жизни. Да ты в тюрячку уже успел побывать? Нет, ну, карантин-тюрячка. Тебя выпустили за хорошее поведение? Ты доел все до конца и не выебывался со своих там взаимокамерников? Нет, просто сократили. Ну, короче, я тоже в Самаре. Вот. Здесь в целом хорошо. Но я до этого провел 3,5 месяца на Бали. И мне там по какой-то причине было все-таки чуть комфортней. Как-то там теплей, уютней. Понятно, что там деревня. И я все-таки подумываю вот в октябре вернуться, наверное, обратно туда. Вот. Но пляж. Вот я как раз сегодня ночью и туда еду. Лечу. Вот. Ну, я знаю, что ты не любишь. Не знаю, зачем. Я терпеть не могу. Ну, вот видишь, мы с тобой в разных лагерях. Но вообще там, конечно, специфично. Это правда. Я понимаю, что ты не любишь. Конкретно в Бали. А что конкретно ты, Лех, любишь в Бали, а Денис не любит в Бали? Сфера. Понимаешь, там как-то люди на расслабоне. Тут нельзя приезжать на туристик. Вот те люди, которые приезжают на неделю, на две просто почилить у бассейна. Это вообще не самый лучший выбор. То есть есть куча вариантов намного лучше. Тот же самый Пхукет. Он езжает, там и пляжи лучше, и отели лучше, и инфраструктура лучше. А на Бали все-таки какая-то именно общая атмосфера чила. Все очень на каком-то позитиве, спокойствии. Плюс атмосфера такой прокачивания именно деревухи. То есть там с одной стороны у тебя Apple Store, а с другой стороны коровы ходят. То есть это такой типа контраст. Плюс мне кажется, я понял, что я латентный байкер, потому что мне очень нравится ездить на мотороллере. Ничего с собой не могу поделать. Я буду рассказывать, почему мне не нравится Бали. Во-первых, мне вообще до пизды вот эти все пляжи и море там. То есть вот это все. То есть это примерно то же самое, что у нас и тут есть. А еще там бесит вот это деревенское. Я тут в деревне живу, а там еще больше деревни. Еще нельзя никуда проехать. И во всех такси нассана. И это прям вообще отдельная история. Но единственный сейчас плюс, почему мы едем и почему мне удалось меня уговорить, потому что сейчас здесь супер жарко везде. А выяснилось, что Бали находится в южном полушарии. И хоть и недалеко от экватора, но все равно. И там на 5 градусов, чем сейчас. То есть, например, я хотел ехать во Вьетнам или в какой-нибудь Таиланд. Там сейчас на 5 градусов жарче, чем у нас. А на Бали, наоборот, на 5 градусов меньше, чем у нас. И это прям большой плюс. Поэтому мы, наверное, туда едем. Вот. Ну, у тебя еще билетик там по 100 баксов, наверное. А, ну тебе везде вся Азия по 100 баксов. Нет, не вся Азия, кстати. Ну, во-первых, у меня насосаны мили, и я лечу за мили. И поэтому... Ну, надо же четверо. Со сузами, или... То есть у нас... Здесь джингл такой должен быть. Шутка-минутка. Интеграция. Авиаселс. Кто плохо сосал, будет пересасывать. Ну, не знаю, Дей, я все понимаю прекрасно, что тебе не нравится. Но, видишь, каждому свое. Вот мне, например, дико не понравилось. Простите, Турция. Я был в Стамбуле после Бали сразу 10 дней. И это ужас и кошмар. Я вообще не понимаю... Не знаю, я, кстати, о Стамбул кайф. Не знаю. Стамбул, какая-то проактивная нищета. Вот такой я себе определенно не выбрал, как это все выглядит. Очень странный город, похожий на неудачную партию в Сим-Сити. То есть вообще никакой архитектуры. То есть вблизи когда ты... Когда... Ну, это я уже просто... У меня это клише. Я для себя понял, вот как это охарактеризовать, когда ты стоишь на берегу вот прекрасного босфорского там этого канала, и ты видишь просто какой-то мест непонятный. Вот типа мест, 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 мест. Иракс, мечеть. Ну, мечеть, хорошо. Ладно. Мест, 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 мест. Мечеть. Ну, типа, ну, блин. Ну, кто так строит? Ну, не Санкт-Петербург, да. Да, люди неприятные, если честно. То есть все какие-то... Так вот, типа, когда по улочке идешь, какой-то конкретный маленький, ну, да. А, плюс еще в центре нигде нет урна, ты все время ходишь по бычкам. Вот. Ну, это просто кошмар какой-то. Идранные коты везде. Не, ну, коты, кстати, зачет как раз. Это единственный плюс. Вот. И плюс очень дорого. То есть я ожидал, что Турция будет какой-то более доступной страной. Ну, типа, есть там, не знаю, шаурму по 700-800 рублей. Ну, это все женек-то, наехавший вот эти из России. Я когда приехал в Турцию, было очень дешево все там. Потому что там как раз был коллапс экономический. А когда уехал, стало дорого. Когда уехал, стало дорого. Ну, короче, вот нет. Я в Турцию больше не нет. То есть я до этого чувствовал, что это не мое. Типа, мужики вот в этих вот наладченные всякие там. Ну, в Турции, мне кажется, это не, не, нет. В любом случае, не для вот проживания, наверное, постоянного что-то. Ну, мы жили в адском туристике, понятно, прямо вот около этой Галата Тауэр. Вот. Но в любом случае. Обычный адский туристик, наоборот, ну, как-то имеет какой-то свой колорит такой. Мы жили в Турции, на южном побережье, вообще в каких-то городках таких, забытых богом. Калкан, Каш, Сиде. Вот. Но там офигенная природа и прям очень классно. Но как только ты начинаешь сталкиваться по жизни с какими-то там бюрократическими особенностями, или вообще в целом там тебе надо что-то нестандартное купить, заказать, сделать, это все сразу превращается в ад какой-то, когда тебя везде пытаются наебать. Ну, и вообще, в принципе, ты понимаешь, что сама культура по-другому устроена, и ты не можешь к ней адаптироваться. Тебе просто какое-то физическое есть противоречие, когда ты 30 лет там прожил в совершенно другом мире. И здесь это не то, что там ты воспринимаешь людей как плохих, ты просто понимаешь, что у них вот устроено мышление вообще в целом по-другому. И меня вот это, скорее всего, больше отталкивает. К этому очень долго нам привыкать. Нет, нахуй страны, в которых можно... Ну, кстати, Женя, расскажи, вы же достаточно много стран, так понимаю... В Израиле, кстати, не надо торговаться, но там просто сразу ставят ценник такое, что все уже, дальше некуда. Нет, Женя, вы же освоили много стран с точки зрения открытия новых юрлиц. У вас, я так понимаю, что много где теперь команды. Вот по твоему какому-то внутреннему ощущению, где... Ну, какой-то рейтинг сделай, короче, не знаю, вот с точки зрения там комфорта для жизни сотрудников, с точки зрения... Ну, Турция точно будет не в топе, сразу скажу, потому что в Турции, чтобы что-то открыть и чтобы кого-то нанять, иностранца какого-то, ну, я имею в виду, относительно Турции, нужно как минимум пять турецких подданных туда нанимать. Поэтому тебе... Ну, то есть численность турков в компании должна быть всегда в пять раз больше, что сразу не подходит. Иначе у тебя будут там какие-то конские налоги, если, в принципе, это возможно. Мы открыли юрлица в Армении, Казахстане, Сербии и Аргентине, помимо того, что у нас уже было в России и Америке. Ну, Армения очень похожа на Россию в целом, там очень мало чем отличается, как и Казахстан, в общем-то. В Казахстане сильно выше налоги, вот, которые НДФЛ. Ну, там есть стандартный НДФЛ, который чуть меньше, чем российский, 13%, в том, 10%. Но там есть еще куча других налогов. Я уже не помню, какие именно, не буду врать. Но суммарно там набегает от 22% и выше. А если ты еще что-то платишь в России, ты еще будешь вот эти... Короче, вот эту разницу в 3% между 10% и 13% еще в России доплачивать. Потому что, типа, сам НДФЛ, он меньше в Казахстане. Ты должен 13% добить в России, но еще заплатить в Казахстан другие какие-то налоги. В Армении получается чуть дешевле, если мы говорим о прибыльности для сотрудников. В Сербии получается сильно дороже, но есть разные варианты. То есть можно не устраиваться, допустим, в юрлицо, где налоги официальные там около 35%, а можно быть ИПшниками, например. И тогда, ну, короче, там много разных вариантов. Ну, Кайфос, мне кажется, это довольно актуально для многих, кто подумывает, опять же так, уйти куда-то за рубеж. День, а расскажи, вот у вас... Я вот, извиняюсь, перебью, если я правильно, Жень, помню. На самом деле в Грузии тоже, если по налогам говорить, да, один из самых лучших вариантов. В Грузии это вообще, да, один из самых лучших вариантов. Это верно, я зря его не упомянул. Вообще многие вот стали ИПшниками, уехали просто в Грузию. Там за неделю открывается счет ИП. Ну, там неделю, может, полторы максимум это занимает. И ты просто платишь 1% налогов, вне зависимости от того, где ты находишься. И, собственно, все. Ну, тут важно резидентом чего ты собираешься быть, потому что, если, допустим, ты поехал в Грузию, открыл там ИП и платишь 1%, но не собираешься жить в Грузии, ты все равно рано или поздно станешь резидентом чего-либо другого и будешь платить налоги еще там. Поэтому как бы это отличный вариант, если ты живешь в Грузии. Вообще супер, прям никаких проблем. А если ты собираешься жить где-то в другом месте, то там, опять же, надо подумать очень сильно. У меня же дорогущий компьютер на М2. Он должен все впивать. А у тебя просто обычный USB-шный микрофон? Просто обычный USB-шный микрофон. А какой еще бывает сейчас? USB-сишный или... Ну подожди, но он же так же в USB вставляет, что твой микрофон вставляет. Вставляется сначала в звуковую карту, потом в звуковую карту вставляется. Я вставляю свой микрофон. Ну, у меня теперь должен быть хуже сильно звук. Да не сильно. Или больше. Так, а мы пишем все это? Мы столько уже шуток пропустили. Мне кажется, золотая часть эфира просто пошла. Расскажи, День, что ты будешь делать на Бали? Какой у тебя план? Ну, мы, как обычно, мы поедем в три места. Сначала мы будем туда, вот внизу, я не знаю, как правильно назвать, не Nusa Duo, но вот эта Nusa, вот эта часть, мы просто туда приедем, мы будем вместе в недорогом. Потом мы будем в каком-то дорогом блухаре месте, но типа в какой-то же типа квартире. То есть вот казалось бы, в каком-то таком типа отеле, там какой-то такой... Отель? И к тому, что вообще очень странно для Бали. А потом мы поедем за три пизды куда-то туда, на северо-запад, прям очень далеко. И там у нас будет вилла очень классная, но туда ехать 4 часа или 5 часов. И там будет... Там какие-то, короче, чуваки, ну, деревня внизу, которые начинают в 5 утра все вместе петь, и это всех сильно заебывает. Вот. Но будем надеяться, что нам будет не очень сильно слышно. Ну, мы почему-то, говоришь, редко. Вот помнишь, мы были в этом месте? Я тебя, конечно, каждый раз, когда вспоминаю, я вспоминаю историю, которую я тебе никогда не прощу. Где была вот эта веранда с бассейном, там же тоже был, по сути, апарт, где наверху были две спальни. Ну, вот тоже на этом... А почему не простишь? Потому что, слушайте, внимательно, короче, я должен рассказать, и я готов это. Мы ехали откуда-то с другой стороны острова примерно 100 километров. Вот. Они ехали на машине, понятно, с детьми и со всеми, а я ехал, понятно, на мотороллере. И, сука, был дождь. Я вымок вообще весь просто абсолютно. Я даже останавливался переодеть трусы в каком-то торговом центре. Я приезжаю, все как бы... А, и у меня еще почему-то не было зарядки от телефона. То есть у меня садится телефон, дождь, я весь мокрый, и я приезжаю как бы вот к этому апарт-месту и понимаю, что там нет входа. Вот. Там есть какие-то входы, но это входы в конкретные виллы уже. Там какие-то русские люди мне там говорят «Hello, what do you want?» там вот это все, как Наташа. Вот. И я понимаю, что я не могу их найти, но при этом, сука, идет дождь, у меня садится там, не знаю, полпроцентика батарейка. Вот. И самое главное, что я вижу, что они уже в каком-то чатике с местными ребятами, а я им пишу, то есть я пишу им на эти полпроцента, вообще ноль, игнор. Вот. Типа звонки ничего. И в этом чатник добавили в какой-то чат, в котором они сидят, сука, и заказывают какую-то пиццу, типа какие-то выясняют вопросы, типа по жилью. То есть они переписываются вот с этими хозяйками, а, сука, мои сообщения не видят. Вот. И, короче, у меня был план, что я решил, думаю, сброшу им сейчас скриншот в какой-то локации и просто останусь здесь вот под дождем мокнуть, пусть меня ищут. Там оказалось, что заезд просто с другой стороны абсолютно. Так а мы-то тут при чем? Потому что можно было посмотреть на чатики не про пиццу, блядь, и про заказ суши, а обратить внимание на мои сообщения. Я вообще не понимаю, о чем. Может, нам было не видно. Ну, да, конечно. Мне ничего не отзывается. Ну, тем более. Я пережил довольно сильный стресс. Давайте... Так пусть Руслан расскажет, как он проебал деньги. Да, Руслан, кстати, не хочешь ты рассказать, как ты однажды проебал много денег впустую? Есть у меня один случай, кизовый, до сих пор. До сих пор не могу себя простить. Я... Ну, это прям крупная покупка. Я купил квартиру. Так. С квартирой все зашибись. Но когда я купил квартиру, я такой, о, надо еще купить гараж. И присмотрел, прям рядом напротив есть гараж, все классно. А рядом строится дом, и он уже достраивается. Ну, то есть я так понимаю, что сейчас разберут, и поэтому у меня такая была история, что прям на стреле, о, я нашел классный гараж, надо срочно его купить. Ну, то есть прям вообще не глядя, я его реально покупаю. Оказывается, что гараж полное говно, а дом, оказывается, этот соседний, который строится, он строится уже 12 лет, и я живу уже 5 лет в этой квартире, а он еще не достроился. А гараж прям вот говно, в которое нельзя ставить машину, он прям сырой, плесень, и я пару раз попробовал поставить там машину, и у меня приржавели тормоза. С тех пор я туда не сдам. Заметно, как колеса не двигались. Ты покупал по картинке, что ли, или что? Ну, почти. Я один раз зашел, посмотрел, гараж нормально, глядя. Они побелили его, и он выглядел красиво. Значит, надо его побелить и продать теперь, логично. Да-да-да, скажу, шикарный гараж, шикарный гараж. Тормоза совсем не ржавеют. Ну, меня он, конечно, совесть мучает. Так он у тебя сейчас есть, этот гараж? Да. Давай. Я его еще и налоги плачу. Подожди, но тебе лучше от него избавиться. Сейчас у тебя получается, что он у тебя... Блин, мне кажется, ты там что-то скидываешь. Давайте введем постоянную рубрику «Продай гараж». Нормальная же история, да? «Продай гараж», да. Руслан, за сколько ты продал бы сегодня гараж? Каждый выпуск Руслан продает гараж в конце. За миллион бы продал. Миллион чего, рублей русских? Ну, а что, почему бы нет? Ну, а сколько ты покупал его, по чем? Это, кстати, недорого. За 300. Ну, в том районе там недорого. Я дороже покупал. Я сейчас точно сумму не помню. По-моему, миллион 400. А, это на партизанский у тебя что где-то? Нет, нет, это прямо где я... Нет, подожди, но в те времена... Ты же в долларах, мне кажется, его покупал тысяч за 200. А сейчас ты его продаешь типа на 100. Что? Что? Какие 100, Денис? Давно не было в России-то. Миллион – это 10 тысяч долларов. А, да-да-да, за 10 и за... Подожди. За 15. Ну, не да, за 15. Подожди, но еще 10 миллионов рублей – это сейчас 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, да. А гараж... Еще вы, давайте, меня добейте, да, что он еще и в долларах должен быть дороже. А если бы я проинвестировал эти деньги, они бы еще и больше стали. Короче, тебе надо... Это не точно, кстати. Тебе надо сдавать его в аренду, чтобы там... Тебе надо, знаешь, выращивать там какую-нибудь херню, которая любит влагу. Грибы. Все, сделаем бизнес. С меня семена, с тебя гараж. Мы сейчас снимаем предысторию к Last of Us, мне кажется. Вышел отличный приквел. Приквел. Не, ну а сериал какой хороший был, кстати. Тебе смотрели. Я не посмотрел. Я смотрел. Ты не смотрел полегче, что ли? Я, кстати, у парня начал смотреть. Я рассказал, что у парня. Мне, кстати, еще одна рубрика, рубрика. А парня полегче? Про сериал. Ну, кстати, про парню тоже можно говорить. Такие интересные сериалы. Барни, барни, барни. Мне очень понравился сериал «Барни». Я бы начинал смотреть, как такой, типа, просто легкий, типа... Потому что там чувак похож на твоего брата, и все. На твоего парня. Ну, хер знает. Не знаю, какие у тебя. На твоего парня, да. Тебе верь, мере, сейчас мой брат, короче. А, кстати, а вы знаете, что вышел голяк четвертый сезон? Кто? Кто? Ну, который «Брасикс». Кто? Не стал из них. А ты на «Бразерс»? Бразерс? Четвертый сезон «Бразерс» вышел. Болбоеба. А у них сезон есть? А я в «Роднобой» смотрю обычно. Там есть сюжет. А как ты понимаешь, Руслан, как бы... Сюжет, что куда. То есть вы вот этот сериал вообще не смотрели, да? Какой? Какой? Короче, это сериал в стиле вот этих всех старых английских сериалов. Там «This is England», которые... Очень классный сериал. Он тоже начинается довольно потешно, но потом разворачивается в такую, как бы, драматическую историю. Вот как то же самое, что как «Барри». Тоже начинается довольно крипово, а потом... «Барри» не особо зашел мне. Денис, тебе и на «Барри» не нравится? Хер лет тебе ожидать вообще. «Барри, Барри» просто... Слушай, но мы зато посмотрели... Все вместе посмотрели «Last of Us» как бы, Алексей. Простите. Я займусь этим обязательно. «Last of Us» и «Glubinica» от этого от Боба, конечно, на сердцах. Я упустил момент. Но... Звучит тренинг. Но это... Ты, может, и это... «Atomic Heart» не прошел еще? У меня, кстати, друзья, простите, я должен вам открыться. У меня не заходит играть в компьютерные игры. Я не знаю, что с этим делать. У меня стоит вот, типа, этот PlayStation. Стоит бедный. Конечно, его бы это... Просто ты не нашел игры по душе. Не могу. А ты пробовал «Atomic Heart»? Нет, не пробовал. Мне, короче, игроку нужно... Мне нужно очень понравится. Там, короче, смотри, какой замес. Когда просто все нормально, играет просто Пугачева. Если идет замес, то идет ремикс на Пугачева металлический. Охуенный. То есть, когда все хорошо, идет Орликина. А когда все идет замес, у тебя охуячит, идет металлический ремикс. То есть, ты просто кальфонешь только с самих ремиксов и с самой музыки. Насколько сильно я кальфону? Ну, я думаю, что пока там то, что, когда одежда близня... По десятибалльной шкале, Денис. Слушайте, 10 из 10. Ну, ты прямо это завышаешь ожидание, мне кажется. Да вы что? Ну, главное, не верят и этой бабулей. Хорошо. Слушай, ну, когда дойдешь до блин... Дети со мной сидели, и они такие, говорят, что лучшая часть моего детства, это когда папа играл в Atomic Heart. Ладно, все, продал, продал. Ёбаные пироги, вот это все, это все было, да, да, да. Ладно, продал, что? А что, Руслан, ты... Да нет, у меня просто старший играл, играл, я пирогички закажу, а там вот эти вот ёбаные пироги... У меня жена такая, может, ему не надо в это играть? Я говорю, блядь, уже поздно. Да ладно, он же в школе учится уже, там этих... Ну, да, не в садике, но младший-то у нас в садике ходит. Я, кстати, я думаю, что как раз дети не так кайфанут, а вот, типа, вот ты, Руслан, и... Вот Женя помоложе, а тебе повезет. Я посмотрел, что вписали в когорты школьников. Это прекрасно. Ну, а что он, Советский Санюк, Союз не нюхал? Советский Санек. Ну, так-то он опосредованно все равно нюхал. Да он появился на свет уже, когда, считай, не было его. А ты какого года, кстати, жена? В 89-й. Ага. То есть он, когда уже стал разумным, получается, уже ничего не мог, уже там перестройка закончилась. Нет, короче, Полёхин, все, бросай, играй в домик Харт. Это прекрасно, и там очень классно. С русской озвучкой. Я тоже заценил. Ладно, ладно, ладно. А это, ну, типа, как что? Как, типа, квестик, шутер? Шутер, шутер, нет. Там, блядь, есть Владимир Кузьмин даже играет. Да как вы меня надоели, господи! Я не Казанова. Ладно, ладно, ладно. Ну, что, Лео Войтик есть? Давайте. Давайте какой-то финал. Ладно, бог с ним с этим. С Атомик Харт, короче, я смотрю Атомик Харт и кино про грибы. Вы смотрите... Задание на следующей неделе. Да, смотрите Брасикс и... Домашнее задание. О, смотри, рубрика «Домашнее задание». Домашнее задание, рубрика «Домашнее задание». Пирожок с ничем. Кстати, че нормальный у тебя сейчас слышит. Смотри, как у тебя классно получается. Чем? Короче, домашнее задание. Давайте друг другу домашнее задание. Мне посмотреть... Мне поиграть в Атомик Харт? Одну домашнее задание. Вам, видимо, Галяк надо посмотреть, как минимум. Вам Галяк надо смотреть. Все, хорошо. Галяк или Барри? Че лучше? Галяк. Барри, я пытался прям... Галяк в миллиард раз лучше. Это все актеры, которые играют... This is England, вот этот сериал, если вы любите. Это старый такой, типа, английский. На английском он смотришь? Нет, там невозможно на английском. Потом Misfits, который, типа, отброса. Вот. Ну, то есть, это вот те же самые чуваки, тот же самый Стэйс. Очень круто. И озвучка кубик в кубе офигенно. Не, конечно, лучше озвучка Кураж Бомби делает, но кубик в кубе тоже неплохо. Ну, все. Короче. Спасибо. А Денис что делает? Денис, а ты что делаешь? Денис уже все посмотрел и поиграл. А он на Бали едет, у меня домашнее задание следует. Что я делаю? Или что? Тебе тоже надо домашнее задание получить какое-то. Денис, он записывает видео с Бали какой-нибудь. Я на Steam Deck'е начал переигрывать в GTA 4. Мне очень нравится. Это единственная GTA, которую я не прошел. Стоит оно? Ты дурак вообще, что ли? Это лучшая GTA вообще ever. Она, конечно, пятая тоже хорошая. А чем она лучше, чем пятая, скажем? Мы так не закончим. Да, мы так не закончим. Начнем с того, что там, типа, как раз и главный герой Нико Берич из, я так понимаю, он из Сербии. А, ну все, тогда. И он и про происходит это все в Нью-Йорке и начинается все с этого. Как это? Бич. Как он называется? Который где советские люди жил? Там все на русском. Брайтон Бич. Брайтон Бич. Да, 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 да. Политен в Миши скота встали. Что-то как? У меня, кстати, с другой стороной. У меня, кстати, вот четвертая GTA, я начал, я его прошел еще на этом, Xbox четвертом. Сейчас я, по-моему, прохожу третий раз. Слушайте, я вот что подумал. Если это кто-то вообще будет смотреть или слушать, кстати, если вы это смотрите или слушаете, поставьте, пожалуйста, какой-нибудь плюсик в комментариях под этим видео. Вот, нам будет очень приятно. Хотя бы от директора, который это смотрит. Мне кажется, что никогда эта просьба не звучала на Ютьюбе столь искренне. Короче, я думаю, что многих интересует все-таки отчет 404. А че? А че? Вот, вот, 404, вот, смотрите, по своему стяжелению науки. Классные толстовки. Да, 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 да. У тебя тоже такая, Лех, может быть, если ты приедешь к нам в офис когда-нибудь. Да блин, доеду я до офиса, доеду. Так нет уже, ты же сказал, кончилось. Ну, для Леши-то найдем что-нибудь, наверное. Я ж последний. Да, он, видишь, он там приторговывает, мне кажется, из этого. И даже брат родного обманывает. Говорит, это последний. Последний, последний, самый последний от себя отрывает. Так это я у них еле выторговал. Мне не хотели мне давать. Так че насчет этого, насчет 404? Ну, понятно, что, наверное, сейчас в России никакого смысла это проводить нет, и возможностей нет, потому что многие разъехались. Че кто думает о дальнейшей судьбе? Жень, че ты думаешь? Будем в Сербии делать когда-нибудь. Че делать? Вон, Жень, в Сербии, надо делать в Сербии. Так. Жень, ты как думаешь, надо делать в Сербии 404? Ну, вообще, мне кажется, надо, конечно, да. Я тут сходил на пару туз. Чугаснутус, да? Я не могу так сказать. Это же будет, возможно, слушать люди, которые это делают. Ну, что такое? У них... Классные тузы, классные тузы. Но просто у нас другая, может быть, туза немножко. Классные тузы. Классная. Как в той песне, что это такое? Что это такое, пиво дорогое и зло, говно. А, Жень, давайте. А вы прилетите. Какую-то небольшую. Мне кажется, надо начать с чего-то маленького. То есть не надо пытаться там сейчас какие-то грандиозные. Мне очень нравится, как Денис ты формулировал мысль про, так скажем, новую инкарнацию 404. Нет, про то, что, во-первых, надо забыть про прошлое и какие-то наши достижения, объемы там. И вот это вот все. И просто попробовать начать с какого-то абсолютно чистого листа. И если придет даже там 20-30 человек, это уже будет замечательно и классно. И мы с этими результатами, с этим каким-то опытом будем понимать, что делать дальше. Мне кажется, что можно вообще, ну, действительно, даже без особого какого-то там экстра-прома попробовать все это замутить. Сербия, страна, так понимаю, без виз. То есть многие смогут приехать, плюс с точки зрения какой-то логистики. Вот это спорный вопрос, потому что она как бы без виз, но сюда сейчас, ну, из России добраться, по крайней мере, довольно дорого будет стоить. Какую-нибудь Тулсу, например, гораздо дешевле. А теперь еще и вот в Грузию открыли прямые рейсы. Ну, дороже, дорого как что? Дорого как 50 тысяч рублей, как минимум. Туда-обратно? Нет, один. В одну сторону. Ох, я заболел в Баку. А там, а он как-то вообще самолет там летит? Ну, из Москвы. Через Стамбул, наверное. Через Стамбул, да, наверное. Я летал, наверное, не как-то еще. Есть там пара прямых рейсов, они вот тоже столько и стоят, примерно. Но все равно будет такой жут. Да, в Стамбул, я летал не в Стамбул, в Болгарию, я летал в Софию в прошлом году. Друзья, я уже готов сказать это в прямом эфире. Прости, Денис. За 100, сука, 12 тысяч рублей в одну сторону. Вот это было, конечно, типа просто удар под дых. Я даже не смог купить второй билет сразу, потому что мне было больно просто от потраченных денег вот в моменте. 50, конечно, ситуация исправляется, но все равно далека, как вот и от этого, от ожидаемых. Да, пожалуй, спикеров из России мы не привезем. Нам надо какой-то дисконт еще для людей. Если ты долетел до нас, то билеты, естественно, получаешь бесплатно. По предъявлению билета из Самары, допустим. Ну, а с другой стороны, может быть, ну, слушай, на 50 тысяч, ну, может быть, есть какие-то вариантики. Не знаю, там, у Гоукоста из какой-нибудь Армении. То есть то, что я летел за 100 тысяч, это мой выбор был. Это как бы не то, чтобы там за 30 тысяч тоже можно было, только просто, наверное, с тремя пересадками. С парой просранных стыковок. Ну, так что, короче, тут вопрос упирается, сколько людей к нам нужно приехать. Да нет, я думаю, что это надо рассчитывать на то, что это просто для локальных людей. Все, ну, если кто приедет, приедет там с соседних стран, кому удобно, окей. Но, мне кажется, просто не надо на это замахиваться. Ну, давайте, опять же, если кто-то будет смотреть, попросим вас, дорогие наши слушатели и смотрители, напишите, что вы по этому поводу думаете, и готовы ли вы приехать в Сербию на маленький и уютный 404. Вот. Посмотрите, сколько это будет стоить из вашей локации. Надо не так, мне кажется, спрашивать. Надо спрашивать, что должно быть на 404, чтобы вы готовы были на него прилететь за такие деньги. Ладно, бог с ним. Ну что, давайте прощаться с нашими зрителями. Прощайте, зрители. Ты слушаешь? А домашнее задание зрителям? Подождите, подождите. Ну, собственно, посмотрите, сериал «Два холма». Да, Денис, да господи, ну зачем ты всем предлагаешь этот трэш? Почему он трэш? Да все смотрят «Два холма» и делитесь на них. Давайте так. Я могу объяснить. Пусть наши зрители решат, и мы сейчас давай пойдем отсюда. Не-не-не, дайте я объясню. Давайте многие зрители проголосуют, «Два холма» – это трэш или не трэш? Что вы думаете по этому поводу? Слушай, я не рада голосовать. Это известно, что это трэш. Но я смотрю, во-первых, все фильмы и сериалы с Епифанцевым. Так. А, это как бы, ну, это всегда. И там показывают отличные сиськи. Так. Все. Окей. Епифанцы, естественно. Все, ладно. Все, спасибо. Джингл Биллс, пока. Всем чмоль. Субтитры сделал DimaTorzok